Программаторы Мы используем программаторы Шпаргалки я уберу Белорусского производства Не китайский? Нет, не китайский Все-таки мы уважаем нашего потребителя Вот это зеленое белоруссидание Да, это производство Белоруссия Республика В Москве есть представительство Они высылают Как бы Я сейчас отключу Автоматический режим наручной И мы можем С вами посмотреть Как работает поливалка Я ее включу вручную Отлично Форсунки По этой трубе Они подают воду вверх Где она бьется Вот в эту металлическую Пластиковую Полукруглую трубу И уже течет Таким хаотичным дождиком Да И то есть мы сейчас что видим По наклонной плоскости У нас уже пошел Во второй ярус И уже в третий В эту прорезь попадает Значит она Вытекает вода Да, это капельник Чтобы вода отрывалась Следующий лоток Пошла вниз И поймай ее вот здесь Валентин Николаевич Пошла на третий С третьего на четвертый Когда она пойдет Вот и сейчас она пойдет сюда Вот Вот Загапывала Ну все Дома Ну и так далее Ну и так далее До бизон Ну я для красоты полива Включил дальний ярус Потому что Третий лоток у нас Ушел Ага Вот Ну в общем то Вы спрашивали Про систему полива Здесь Ничего сложного Мы как бы пришли К тому что Существующие поливальные Там капельные Там Разбрызгиватели Они нам не подходят Мы знали Сколько требуется Нашим Зернам Воды Объем Вот Сколько они за день Выпивают Да Сколько потребляют И мы также Из полипропиленовой трубы Ну здесь это неказисто Смотрится Потому что это был Первый образец На котором мы проводили все замеры То есть Появится вот На два лотка На два лотка На поле двух дней Вот Такая вот Штука Вот сюда Врезаются Форсунки Форсунки Определенного диаметра Но чтобы не крепить Они не размывали зерно Мы делаем Так же из пластиковой трубы Разрезанной вдоль Делаем Так Покажи вот эту трубу Внутри как она выглядит Я сейчас вот клипсу возьму То есть это вот Грубо на циркулярке Распущенная труба Да И внутрь Приклепана клипса Да И она на эту же клипсу Как бы от трубы Она крепится И она дает нам Эффект Такого зонтика Эффект дождя Хаотичного Но в то же время Подача равномерна Подача не сильная И как бы Зерно не размывается А получается столько воды Сколько ему необходимо А что за свет здесь Какие-то лампы Или что это такое Ну Злаки Они не так требуют Ну к цвету Как культуры Там салатные Допустим Или вообще там маты Да Поэтому здесь Обычная Светодиодная лента Стоит Ну Такого белого Света И сколько здесь Вот она на каждый ярус Да Стоит Их 10 штук по метру Так То есть у нас Пять промежутков Которые надо светить И одной А лента Хватает для того Чтобы получить Яркую сочную зелень И светим С одной стороны только двери Вот с этой двери нету Да Потому что Светим В общем Последние три дня Требуется света А То есть вот там ближе к той двери Это уже то Что загружено Уже там будет Будет уже То что должно зеленеть То есть оно Как бы не автоматически Вручную Придвинется Через нескольких Требет То есть раз в день Мы загружаем только Вот этот ближний ряд лотков Да И каждый день Мы двигаем следующим рядом Туда И в том конце Она уже Будет уже Зеленая Да Когда она будет зеленой Мы утром сняли урожай Помыли лотки Помыли лотки Перенесли их на эту сторону И загрузили на зеленом То есть это непрерывный конвейер Вот с каждого такого С каждого фронта лотков Получается 80 кг Зеленого плоса Да А лишняя вода куда уходит? Лишняя вода Уходит Дренаж Реализацию Вот Подведены Просто От этой От Под крышной Здесь все непросто Сейчас тебе скажут Что там форсунки Блин Это Это Отливы для строения Грубо говоря Обычная Обычная Желобога И Руса Протепли И вот Она вот сюда вот выходит И все Это уже Поля А вот Отмотку Влаги Вентиляция Каким-то образом Я вижу Стоят Я вижу Стоят Вытяжные Снизу А здесь У нас Приток Здесь Кондиционер работает Тонже И подсушивает Воздух